Безразличие и равнодушие – главный враг современного общества. Гражданские активисты и общественники – люди, которым не все равно. Лучшим из них губернатор Ульяновской области Алексей Русских сегодня вручил заслуженные награды. На встрече с общественными активистами глава региона поблагодарил руководителей некоммерческих организаций, ТОСов, членов Общественной палаты региона, сельских старост и все гражданское общество за продуктивную и качественную работу. Спасибо за те силы и время, которые вы отдаёте во имя помощи людям, решения их сложных жизненных ситуаций, за развитие нашего с вами конструктивного взаимодействия. Пошедший год обогатил нас новым опытом, показал, насколько важны единство, сплочённость и взаимовыручка в условиях стремительного глобального изменения прежнего уклада. Активная часть гражданского общества – независимые общественные наблюдатели. Благодаря их грамотной и слаженной работе выборы любого уровня проходят прозрачно, честно и легитимно. С 2018 года в России действует закон об общественном наблюдении за выборами. Общественная палата Российской Федерации и Центр избирком страны разработали золотой стандарт общественного наблюдателя, которому соответствуют ульяновцы, занятые в этой сфере. Общественный наблюдатель – он независим. Он не представляет интереса никакой партии, никакого кандидата, никакого общественного объединения. Это общественный наблюдатель от народа, от закона, потому что главная его миссия – проследить прозрачность, чистоту, законность всего электорального процесса, всей избирательной процедуры. Активная гражданская позиция невозможна без осознанного патриотизма. Человек уже рождается с любовью к своей родине. При этом важно воспитывать чувство патриотизма с самого детства. Сегодня очень важно не только изучение истории, но и примеры героизма как в боевых действиях, так и в тылу. То есть даже если человек не пройдет мимо упавшего, бабушки, мужчины, женщины на улице, вызовет скорую, это уже героизм. Потому что этим самым мы спасаем жизнь. Неважно, в какой ситуации мы можем оказаться, главное всегда быть готовым прийти на помощь. Благодарственные письма губернатора получили активисты некоммерческих организаций. Более 500 неравнодушных ульяновцев обменялись идеями по развитию гражданского общества и сверили часы.